всем привет шестом туре я играл с молодым курганским шахматистом денисом козловым денис очень аккуратно вел партию но у меня вот это все тоже записано очень интересно мне потом будет сравнить с моими записями пока рассказываю значит что тут я хотела 6 почему 6 мне не хотелось считаться после хода кони в 6 с возможностью выпада коня в 4 ну это вот дебют ретий примерно так вот он и в нем и должны играть белые я пока не тороплюсь с движением пешки c и с развитием коня опять а3 это считается включение нужным c6 и очень много времени потратил на то чтобы понять что после хода c5 у белых есть взятие на d4 и что вот эта позиция на чуть-чуть у них поприятней у белых ничего особенного то есть но особенно теперь но в свете того что пешка b3 ослаблена особых проблем у черных быть не должно но не стал я играть c5 и потом очень сильно себя за это ругал я пошел c6 конь d2 да вот здесь по моему надо играть ладья е8 у меня должен по моему так было записано но я сыграл слон h7 хоть это и третья линия так играть можно слон c3 здесь и опять убил кучу времени на на то чтобы не пойти c5 c5 ход более боевой чем сделанная мной коня 6 коня 6 равенство не выпускает просто после c5 появит появляется серьезная угроза d4 надо меняться cd и d я хочу сыграть d4 хочу ну просто захватить пространство есть идея сыграть а4 в какой-то момент если белые сами играют d4 то вот здесь я почему-то простую линию с конь c6 не рассматривала ход то очень очень достойный конь c6 и если е3 то слон d3 и конь е4 а почему-то мне казалось что должен сразу пойти конь е4 здесь у черных может быть действительно чуть поприятней ну ход коня 6 тоже вполне нормальный то есть держится все в рамках равновесия ферзь c1 да вот здесь тоже меня очень сильно просто подмывала пойти c5 потому что ферзь стал на линию c от d4 единственная защита это cd ну брать конем на d5 конечно можно но только с целью переброски потом коня на c6 там тоже учу черные вряд ли стоят хуже но вот после еды я грошу сыграть d4 и мне казалось что белые вынуждены сами ходить здесь до 4 у меня например b6 был ход и потом конька на е6 коль е4 был интересный ход и снова у белых думаю наверное перевесом даже не парни слон b2 ладья c8 грозит cd коль готов заскочить на h3 ну и на c3 в случае слон h3 ну ладья то идет на c7 ничего страшного cd и конь c3 это серьезная угроза на ферзь d1 уже появляются игры связанные с а4 на ба c4 то есть проходная идет то что я не пошел здесь c5 я сделал шаблонный ход b5 говорит о том что форма не очень все-таки хорошие у меня на этом турнире и скорее всего я не рассчитал своих физических возможностей то есть просто в реально переиграл в шахту слишком много играл вот такой парадокс ну хорошо что у меня до чемпионата мира еще много много будет отдыха от турнирных партий до cb небольшая неточность после конь е5 у белых конечно приятнее ухода b5 серьезный недостаток поле c6 ослаблено из-за этого поля я партию в итоге и проиграл да после конь е5 у меня похуже реально ну вот а после cb cb конь е5 играть уже поздно на ферзь b2 сыграл b4 это вроде первая линия ферзь b6 тоже ход совершенно нормальный ладья c8 ход просто отличный ладья c1 и здесь я сыграл конь е8 но мне не хотелось играть слон f5 потому что конь d4 и умней хода чем слон h7 я не видел а движок говорит что надо играть белым не конь d4 а слон d4 и на ферзь b7 или ферзь d8 слон c3 ну то есть позиция равная и но конь е8 такой достаточно рискованный ход слон h3 это правильно то есть белая прицеливаются к пункту f7 и ладья c7 здесь я сыграл немножко неудачно то есть ладья c7 дает массу тактических возможностей белым а стоило пока поставить слона на d6 и здесь вроде бы эти тактические ресурсы не проходят только типа слон d4 куча отступлению ферзя но я там в основном на слон d4 планировал отступление на b5 или на b7 вот ну и здесь да не подавливают белая такая неприятная позиция он вроде говорит что равенство но и после ладья c7 он говорит что равенство слон d4 ферзь b7 ладья c7 конь c7 ну вот это все только с целью конь бьют f7 сделано это если конь f7 не ходить у черных и тени проблем нету то есть белая вынуждена вот так вот жертвовать фигуру ну вынуждены это не значит что это плохо почему я здесь не сыграл слоны в 5 задавали мне вопрос я скажу так мне не понравился ход g4 g4 я видел ответ ладья g8 так слон бьет h6 слоны в 6 конь е5 шахта есть я видимо просто неправильно оценил позицию то есть ну бить на е5 плохо да вот я видел только слон бьет е5 ферзь бьет е5 и нельзя бить на g4 из-за по моему слон же 5 угрожает ферзь f6 ферзь е7 мат надо отдавать на g5 бить на h3 белые отыгрывают на h3 ладья будет в игре на разных флангах намного сильнее двух коней то есть это у белок почти выигранная позиция чего я не учел что после конь е5 я могу уйти король е8 а на f3 вообще перейти в атаку слон бьет d3 черный король в безопасности слон h3 забавен бить еды нельзя закон бьет d3 съели на е5 ой-ой-ой-ой-ой при этом ход слоны в 5 я говорю я реально видел если белая здесь меняются на f5 но это я считал что легко переживу сейчас на слон бьет h6 слоны в 6 и конь на е6 идет то есть это я как раз видел да вот я зевнул что на коне 5 шаг я уже не обязан бить слон на f5 не висит и появилась идея слон бьет d3 идею слон бьет d3 тоже вот не заметил то есть после король е8 и черных уже выиграна вот но я ляпнул здесь h5 и сразу заканчивала партию слон h8 как только сходил h5 сразу это понял потому что на ладья же 8 мощный ход ладья c1 и со всех сторон над черными нависли угрозы и ферзь е5 и конь е5 и даже ферзь d2 в каких-то вариантах ферзь d2 и нельзя бить на h8 из-за ферзи в 4 шаг и ладья бьется 7 то есть здесь я понял что после слонов 8 проигрываю после слон е5 не казалось я еще могу бороться вот но движок говорит что нет стою минус 2 конь c6 ладья c1 очень четкий ход и здесь уже спасения нет на конь е8 будет слон бьет е6 и ладья бьет c6 это я заметил прикрыл конька ладьёй но слон c7 и ферзь зашел ко мне в гости слон g6 мне не нравилось по моему из-за ладья бьет c6 и потом конь е5 да и у короля нет ходов слоны в 5 мне тоже не нравилось по моему тоже из-за слон бьет и в 5 и ферзь бьет h5 и потом конь d4 собираются вообще все пешки у черных какие можно собрать поэтому я сыграл король g6 но после слон бьет е6 выясняется что от ладья бьет c6 удовлетворительной защиты нет на слоны в 6 будет просто ферзь f8 на ферзь d8 слоны в 5 шаг и ферзь бьет h7 то есть ну в общем я пошел ферзь d6 и после ладья бьет c6 сдался пить ладьёй на c6 это сейчас я скажу почему я отказался на ладья бьет c6 конь е5 шаг да и если королем куда-то уходим только не всем вилка ну а после ферзь е5 ферзь е5 еще и король в матовой сети то есть вот такой разгром получился хотя буквально вот еще на двадцать третьем ходу у меня были хорошие шансы при случае даже на перехват инициативы но голова почему-то отказалась работать ладно что делать всем спасибо за внимание постараюсь еще лучше выспаться сегодня и завтрашнего дня уже так бесславно так безобразно не проводить вот эти отрезки или еще лучше или еще хуже вот а вот именно так не буду ну ладно всем спасибо до завтра